доброго времени суток сегодня решил вот свою коллекцию все выставить по стрелковке по стрелковому оружию так тут под заморочились саней выставили попарились начнем с наиболее крупных вот у меня идут про антиматериальные всяческие тут авиационный пулемет вот еще авиационный пулемет но это все то скажем так не по живой силе но естественно с обратной стороны пули к ним то что есть пули если есть сердечники из пуль бронебойной частности случае он выставлен напротив ну понятное дело мисс система такая что напротив гильзы выставляются и пули к нему к не имеющие отношения тут винтовочные просто как если крупнокалиберные настояли по калибру здесь у нас просто по высоте сейчас по калибру все это перебрать и соответственно по высоте внутри калибра это отчокнуться можно вот они такие даже видите не влезли на всю дуску пришлось их делать вот таким загибом за квадрачным тут перемешку и коммерческие военные и промежуточные ну то есть все это к винтовочным я отнес потому как по логике скажем так длинноствольному оружию ну не крупнокалиберные ну в смысле не антиматериальные в центре у нас немножко истории это к дульнозарядному оружию пули то есть у них гильзы не предполагается в эту кучку выделено те которым на данный момент нет гильзы либо не опознанные но те которые предполагают ее наличие то есть не дульнозарядный следующий этап у нас идет тоже вот это под дымный порох все вот шпиличный есть то есть это гильзы под дымный порох но некоторые условно потому что конкретно вот это вот игра она уже на бездымном было но она просто в той же гиле то же самое там просто пулю оболочную сделали ну это я не буду долго сейчас вам рассказать это вот бердана есть и пули и вот это вот будет вопрос наверняка это просальник так называемый ну в литературе там я о нем рассказывал и в обзоре видео и так далее вот здесь же в центре два таких исключения которые ну просто сами по себе группа это вот те вот советские бесшумные с поршнем пза и вот этот не помню сп3 по моему ну к ним отдельно будут обзоры и так далее ну давайте наверное с этой стороны еще пули посмотрим ну соответственно если к одной гильзе есть несколько у меня пульт то они как бы такой рядок соответственно напротив нее выстроены колодики вещей ну на самом деле для чего снимаю это видео для того чтобы как-то общаться со своими зрителями то есть хотел бы может кого что-то конкретно заинтересует чтобы я там обзор выложил поэтому какие-то вопросы может что-то интересное рассказал прошу обратить внимание длинная пуля подводная к автомату для подводных этих водолазов водолазов спецназовцев вот так вот она выглядит с другой стороны это вот длинная дорога крупнокалиберная а крупнокалиберная по калибру выстроена по высоте это пистолетная пистолетные револьверные то есть короткоствольные тоже нужно вот обратить на внимание они просто тоже по росту выстроена ну соответственно против можно обратить внимание тоже подводная тоже для пистолета четырехствольного подводного уже как она поставить ее поставить ее не представлялось возможным как и ее напарницу автоматную соответственно положили в роли красиво получил ну и конечно малыши карандаши следующие поподробнее посмотрим это у нас это у нас кольцевое воспламенение две пульки есть всего ну вот такой целый набор там подлиннее покороче 4 миллиметров модель ну все что кольцевое не холостое вот он здесь как бы тут собралось ну и вот тоже такое тоже к нарезному оружию пневматики все калибра четыре с половиной специально ну просто была воздушка много разных пулек покупал и соответственно там откладывал коллекцию так ну по приколу что но тем не менее тоже оружие пусть и не огнестрельное но нарезное вокруг то книжками обложились то все известными все карасочные вот такая вот коллекция пишите в комментариях может в какой очереди хотите или что то есть какие то вопросы пожелания снимайте свои видео я тоже хотел бы потому что если собирают одномышленники единомышленники как это правильно сказать выкладывайте тоже было интересно посмотрел бы как у других людей есть интересные образцы недавно кто-то в комментариях про 8 миллиметров нам написал я понимаю не у всех там есть возможность или снимать ну как бы было бы приятно если кто-то свои показал или какой-то отдельно свой оператор тут мастерски проходят повороты творит чудеса селфи палкой и телефоном мастер селфи палки на этом наверное будем прощаться всем удачи и не обязательно во всех ситуациях соблюдайте правила техники безопасности